При содействии Международного благотворительного фонда Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой в Москву из города Палих был доставлен вновь написанный Иерусалимский образ Божьей Матери. В день, когда церковь праздновала память этой чтимой в России иконы, в столице был совершен торжественный молебен. Иерусалимская икона Богородицы – одна из самых значимых для России святынь. Царица Небесная в этом образе почитается как устроительница государства и защитница Отечества. Тему продолжит Галина Ледвина. На московской земле список Иерусалимской иконы Божьей Матери прибывает в храме святителя Николая Чудотворца на Щепах. Более двух недель назад он был доставлен сюда крестным ходом из Крестовоздвиженского собора города Палих. И все это время у святого образа совершались молебны, поклониться и помолиться Царице Небесной приходили люди. Я ее смотрел как мою мать духовную вообще. У меня даже не такой случай был, что она меня исцелила. Я была очень сильно болящей, очень сильно. И моя супруга в том числе. И все образы, что касается Матери Божьей, это все близкие мне. И вот я узнал сегодня, что будет молебен. Конечно, с большим удовольствием, с Божьей помощью оказался здесь очень рада. Мы все под кровом Божьей Матери находимся, и утуповая на нее, и как бы считаю, что все, что нам посылает Господь, нужно принимать, а Матушка Богородица нас поможет нам. В молитвах испросить благословение Богородицы в день празднования Иерусалимской иконы Божьей Матери собралось духовенство во главе с настоятелем храма. Почитание иконы Божьей Матери особо проявляется в Русской Православной Церкви. И многие иконы, которые по преданию написал апостол Лука, находятся и в нас, в Русской Православной Церкви. Одну из таких мы сегодня участвуем – икону Божьей Матери Иерусалимской. Эта икона создана на средства благотворителей. Впечатляют размеры образа – два на полтора метра. Палехские мастера писали икону два года. Первой, самой древней Иерусалимской иконе Божьей Матери почти две тысячи лет. Она была написана святым апостолом и евангелистом Лукой при жизни Царицы Небесной. От этого образа и зашел глаз к Марии Египетской, обратившей ее от греховного пути. С этим образом вся языческая Русь приняла крещение. Принимает крещение князь Владимир, и император Лев от радости дарит этот лик князю Владимиру. И князь Владимир с этим образом и святыми мощами Папы Римского идет в Киев. И впервые языческий славянский народ бросает свое идолопоклонство, и впервые поклоняется этому причистному образу Божьей Матери и принимает крещение. После молебна с иконой Божьей Матери Иерусалимская был совершен крестный ход. Написанный палехскими мастерами образ будет передан в дар земле древней Тавриды, жителям Крыма. Это событие представители полуострова назвали значимым. Мы выступим с предложением к главе Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова с предложением о размещении иконы в центральном храме города Симферополя, который сейчас готовится к священию и, насколько мне известно, планируется к священию в этом или в следующем году. На Крымский полуостров икона попадет после крестного хода. Он пройдет по историческим местам ее пребывания с 1948 по 1857 года, а это Иерусалим, Греция, Москва, Великий Новгород, Крым. А пока образ Иерусалимской Божьей Матери будет находиться в храме святителя Николая Чудотворца на Щепах.